Всем привет из Санкт-Петербурга, с вами садовница Оксана и сейчас хочу сделать небольшой обзор моих пиларгоний через месяц после кардинальной обрезки. Вот это все, это пиларгошки из семян. Здесь есть несколько сортов, это вот горизонт виолет, какая-то смесь, ну то есть это просто обычная заналка, смесь сортов. Плюс еще есть нано, нано розовое и нано виолет. Вот посмотрите, вот это нано виолет, это от биотехники семена. У нее сейчас после прищипки раз, два, три, четыре ствола. Вот так она выглядит, это после месяца обрезки. Я сейчас покажу, какими они были, когда я их общипнула. Вот. Ну это во благо, потому что так в один столбе, это так будет. Все бутончики обрывайте нещадно, можете поплакать, конечно, над ними, как делаю это обычно я, когда отрезаю бутоны. Но ничего не поделать, слишком малы они, чтобы цвести. Хотите красивый куст, обрезайте. Вот еще одна нано розовая, но она совсем что-то как-то плохо развивается. Представляете, какая малышка, три стволика у нее всего. Посмотрим, что вырастет, посмотрите, по сравнению с остальными, она просто малявочка. Значит, смотрим дальше. Кого я еще не смотрела, вот еще один кустик. Это у нас смесь тоже. Тоже неопознанная пеларгония. Вот, значит, у нее раз, два, три. Три стволика. Вот пенечки торчат. Давайте-ка мы их уберем тоже, для того, чтобы нанести дополнительную травму. Оп, вот красавица какая-то стоит. Но у нее какой-то странный такой интересный лист. Посмотрите, вот из семян, что иногда вырастает. Посмотрите, какой у нее лист странный. Очень странный лист. И, причем, они не все такие. Вот такой тоже лист. Не знаю, с чем это связано. На разных стволиках вот такие вот. Посмотрим, что будет дальше. Так, это у нас что? Это у нас тоже смесь, не подписано. Так, это у нас что? Это листик. Так, считаем. Раз, два, три. Четвертый стволик вот начинается формироваться вот здесь. Скорее всего будет три. Вот это потому, что видите, такой какой-то недоразвитый. Доразвитый. Посмотрим, что из него вырастет. В общем, вот так. Давайте сейчас посмотрим. А, у меня, кстати, есть еще, еще есть королевские пеларгонии. Королевские. Допустим, ну вот этот я покупала в Леруа зимой. Он у меня обрезан был весь полностью. Я решила, что ему нужно уйти на зимовку. К тому же мне пришел он. Я заказывала его с доставкой. И мне его в Леруа просто взяли и заморозили. Соответственно. Если магазин не умеет перевозить цветы, зачем продавать их зимой? Вот. Я думаю, что так. Вот, в общем, смотрите. У меня тут куча стволиков начала отрастать. Я думаю, что свести он у меня будет пышно. Вот такой вот красавчик. Ну, он где-то, наверное, месяца два он сидел у меня, молчал. То есть, ничего с ним не происходило. Он не отращивал ничего. И только буквально недели три назад он отпустился в рост. То есть, около двух месяцев он зимовал. У него был покой. Также у меня есть вот такие малявочки. Это черенки укорененные, еврочеренок. Я купила их несколько штучек всего. Значит, они тоже два месяца, они очень плохо развивались. Только недавно опустились в рост. И я сразу прищипнула верхушечку, вот если вы посмотрите. И у нее начали активно расти боковые побеги. Но у этой пеларгонии я обрезала, вот если посмотрите, видите, такой длинный стволик. Я обрезала только старые листья, которые были такие уже на вид не очень. Вот сейчас покажу, как они выглядят. Я вот здесь, например, сделала ту же самую прищипку, как и у зональной пеларгонии. Обрезала все старые листья, обрезала верхушку, потому что она, ну, совершенно не хотела расти. Вот она сейчас раз, два и третий вот зачаточный вот здесь вот пазухи. Три стволика она мне должна будет выпустить. Значит, дальше вот еще один экземплярчик. У него уже были боковые побеги, две штуки, но вот больше он не развивал. Поэтому я их прищипнула также. И начал, значит, вот снизу начал расти. Один. Значит, вот здесь и два сверху. Пока больше новых я не вижу, если честно. А вот еще вот, вот там вот, вот, вот здесь вот полез еще один. Вот так, значит, что у нас следующий тут. Сейчас давайте еще один глянем. Значит, это все Элеганс сорта. Элеганс этот Роял Тилайт. Допустим. У него какой-то посветлее листик. Тоже он выпустил два стволика наверх, начал расти. И когда образовалось сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять. Пять листиков, значит, еще сверху парочка была. Я прищипнула для того, чтобы он начал куститься. Вот он выпустил еще один. Вот этот пенек от листика. Вот, смотрите, еще один пенек от листика. Вот его надо отломать уже. Значит, что тут у нас с ним? Что? Да не очень тут, если честно. Вот здесь начала образовываться. Вот здесь сверху два и один сбоку здесь. Но прищипку я делала буквально, наверное, дня четыре-пять назад. Поэтому еще, конечно, ждать результатов рано. Так, что у нас тут? Вот у меня еще такой заморож есть. Он что-то как-то совсем вообще себя плохо чувствует. Это тоже серия... А, нет, это... А, это, кстати, черенок от Леруа. Который, я думала, это тоже серия Элеганс. Нет, это черенок из Леруа, который я, видимо, зимой тырнула в землю. В общем, он плохо развивался. Нет, вроде вот корешочки тут есть. Пошел вроде расти. Я тут активно залила их все. У меня даже эдема началась на плющелистной пеларгонии. Но я сильно переживала, что уехав на дачу, они у меня тут все высохнут. Теперь надо просушивать, бедолаг. Короче, в общем, какой-то черенок у меня подгнивать что-то тут вот начал. Короче, на старуху бывает проруха. Какой-то не ахти этот черенок. Ну, его пускай сидит, посмотрим, что из него вырастет. У меня еще много их. Вот там пеларгошки, тут пеларгошки. В общем, пеларгонии у меня много. Здесь эти я перевалила уже в литровые горшки. Вот я хочу на одном из показать. У меня еще есть взрослые растения. Это как раз взрослые растения. Так, сейчас постараюсь показать. Наверное, скорее всего, вот этот листик я уберу. Поскольку он затеняет и вот этот вот снизу. Поскольку они затеняют бедных несчастных. Вот, бедных несчастных росточков. Так, смотрим. Вот, видите, я сделала прищипку. Это было где-то недели две назад. И вот он пустил, значит, начал сверху один пускать. И сбоку. Вот, посмотрите, будет вместо одного ствола будет два ствола. Я хотела бы, конечно, три. Но некоторые пеларгонии, сколько их не щипаю, все равно в любом случае не сделают множество стволов. Поэтому двух на этом, я думаю, что достаточно. Если у меня их всего три. И если он сделает мне, значит, с каждого ствола по два стволика, это получится шесть стволов. И я думаю, что это будет неплохой результат. Так, посмотрим, что с этой стороны. Вот, посмотрите, здесь была сделана прищипка. Вот. И значит, и пошли отростки. Вот, один, два, три. И вот здесь в пазухе, вот, в этой, видите, еще четвертый. Но я думаю, что он будет опять такой. А вот, кстати, еще сбоку вот здесь вот пятый. Вот, посмотрите. Посмотрим, как именно этот сорт себя поведет. Вот еще, кстати, здесь сбоку начал отрастать новый. Действительно, зависит только от сорта. Как поведет себя данная пеларгония, я не знаю, поскольку это какая-то ноунейм. Ну, то есть, без названия. Куплена она была в прошлом году у меня в... Я не помню, где в обе. В общем, вот так вот, такой вот кустик у меня. Я думаю, что он будет еще гуще. Я обязательно вам покажу. Если посмотреть на листики на ее, вот они, посмотрите, такие красные-прекрасные. Стояла она у меня на подоконнике на балконе. Видимо, этот сорт не очень любит холод. Поэтому с балкона мне ее пришлось убрать и обрезать все эти страшные листья. Заодно я ее прищипнула. Видите, она начала развивать только два стволика. Думаю, как раз я тебя пообдеру, родная. Значит, вот у нее начали формироваться в пазухах новые побеги. Значит, вот здесь на макушке один. А здесь где-то в пазухах... Вот здесь начал еще один формироваться. Так, и здесь пока у нас тишина дальше. Ну, ждем, потому что когда? Неделю, что ли, назад я ее ободрала, если не дни 3-4 назад. Вот еще одна. Это шелк маркиза. Это от Ирины Мусиной я покупала. Значит, тоже ее ободрала как следует, как видите. Ну, видимо, она у меня тянулась. А, это я вот как раз отрыла стволик. Сделала прищипку, чтобы она у меня не была такая длинная. Кстати, зачем я их отрываю? Я считаю, это лично мое мнение, что чем больше ствола зарыто в земле, тем больше вероятность зимнего подгнивания пеларгонии. То есть, когда черенок сажают, его обычно нормально так заглубляют, и корни отрастают только с низа, то есть, с самого среза. По стволу, по самому, корней нету. И этот ствол, он больше подвержен гниению, находясь в почве, нежели если его подотрыть. Ну, плюс, конечно, тут могут проснуться почки, и будут дополнительные стволики. Если посмотреть, то стволиков здесь образуются, вот смотрите, один, два и третий сверху после прищипки. Вот хочу показать еще парочку растений. Это растения из черенка. Значит, прищипку я тоже сделала буквально неделю-две назад. У нее было, как видите, раз, два, три стволика. Это у нас кто? Ну, сейчас давайте шелк маркиза от Ирины Мусиной. Так, вот, значит, делала я прищипку трем стволиком. Вот, посмотрите. Здесь я прищипнула. Здесь я прищипнула. Посмотрите, как я показывала на схеме, оставляю четыре листика. Посчитаем один, два, три, четыре. И делаю прищипку. Дальше здесь тоже, видите, было прищипнуто. Посмотрите, как идет развитие данной пиларгошечки. Значит, здесь она решила, что она не хочет боковой побег, и начала опять пускать сверху здесь. Зато пошел еще один боковой побег вот от ствола. Плюс у этого стволика начало образовываться вот в этой пазухе и вот в этой стволик. Значит, что у нас тут еще хорошего? С верхнего он еще пока решил ничего не выпускать. Но я думаю, что он подумает еще немножко и сделает это. И вот отсюда, видите, здесь ствол тоже у меня отрыт. Вот он такой в земле. И отсюда, где отрытый стволик, тоже, видите, начал образовываться новый побег. Вот, что в итоге мы получаем? Один, два, три, четыре, пять. Я думаю, неплохо. Вот так она у меня ободранная смотрится. Так, смотрим дальше. Этот кустик из обе. Вот, значит, у него, видите, было два ствола. Он пустил всего. И я сделала ему прищипку. И, судя по всему, прищипка эта была вторая. Потому что, смотрите, сейчас фокус. Вот была первая прищипка. И вот прищипка вторая. А тут я что-то тоже, видимо, черенок снимала. Вот, смотрите, как идет развитие. Вот здесь у меня было два листа. И надо было щипчики снова взять. Смотрите, вот в этом месте было два листика. Просто без стволика. Я их обрезала просто. Потому что мне просто листики не нужны. Мне нужен стволик. И она, видите, между листиками начала образовывать новый стволик. Стволик еще. Сейчас посмотрим. Здесь нет. Посчитаем тогда. Один. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Но я думаю, что можно и больше. Все. Ставьте лайки всем, кому понравилось видео и мой маленький обзор. Точнее, большой. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Нравится ли вам моя прищипка и обрезка. И что вы думаете по этому поводу. Всем желаю хороших цветов. Хорошего настроения и хорошей погоды. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok